Накормить, напоить, почистить у них, почесать, притюхать, подстричь. Приходят ребята, они умеют вверху ездить, иногда надо. Этого породистого коня зовут Баланс. В прошлом победитель многих соревнований, обладатель кубков и медалей. Сейчас ему 23 года, он уже считается пенсионером. И вместо спокойной старости животное пережило оккупацию, голод, стресс от обстрелов. Война превратила конно-спортивный комплекс в Старом Салтове в убежище для брошенных лошадей, которые оказались не нужны своему владельцу. Война началась, хозяин уехал, а я тут остался с лошадьми. Было, что стояли неделями беседно. Вот бегали по колхозам, это было год назад, как это все еще. Никого тут не было. Как-то у всех по кроху, по тюку собирали, привозили, как-то доставали. Ну, как-то выжили. Алексей 14 лет работает в этом комплексе. Говорит, раньше тут было большое хозяйство. Они содержали свиней, кур, кроликов. После того, как российские войска оккупировали Старый Салтов, хозяин комплекса уехал. Связи с ним нет до сих пор. В результате обстрела пострадало здание конюшни. Осколками были ранены четыре лошади. Убит же ребенок. Когда прилетело, то у меня и ведра попадали. И я быстренько развернулся и побежал в укрытие, чтобы как-то, чтобы самим остаться живым. Ну, на лошадей глянул, вроде целые, нормально. Они к стене убежали. Двое нагнулося, прилегло. Не знаю, как они сработались. Ну, как-то вот так вот. Я быстренько... Тут 33 прилета было. На это все нужно финансировать. Люди рабочие нужны, финансы. Ничего ж нету. Если я без оплаты, вот эта полиция помогает. Все нам, дай бог им здоровья. Все нам, овсом. Они вот это помогают. Дмитрий Новицкий начал служить полицейским офицером Старосалтовской общины в августе 23-го года. Когда вместе с напарником патрулировали, заехали в конюшни. По территории рядом с разрушенными зданиями бродили голодные животные. Побачившие во веком установочии... Увидев, в каком состоянии лошади были худые, мы решили не как полицейские, а как обычные люди им помогать. Потому что это животные. Начали звонить знакомым, фермерам. Самое главное, чтобы они не погибли. Чтобы они более-менее были накормлены. Что можем мы с Денисом, то и делаем для них. Иди, мой хороший. Незнакомые люди, вот он и боится. В течение недели на 28 лошадей уходит до 300 килограммов сена и овса. Также им необходимы соль, витамины, наблюдения у ветеринаров. Все это с помощью волонтеров и своими силами вот уже 7 месяцев обеспечивают правоохранители. Непостоянно ищут тех, кто готов помочь донатами. Привлекают всех неравнодушных. Признаются, они не специалисты. Их опека над животными временная. Понимают, что необходимо искать лошадям постоянного опекуна. Хочем, чтобы дальше кони остались в громаде. Хотим, чтобы дальше лошади эти остались в общине. И чтобы этот комплекс процветал. Хотелось бы очень. Нам ничего не надо. Хотелось бы, чтобы пришел какой-то владелец. Сказал, я готов заниматься лошадками. Мы ему большое спасибо. Занимайтесь, мы поможем. Все, что от нас требуется, без проблем. Юристы Старосалтовской поселковой военной администрации обещают решить вопрос о перерегистрации права собственности на лошадей. Также в администрации готовы выделить технику и людей для приведения в порядок территории конюшни и всего комплекса. По юридическим вопросам, да, мы занимаемся так, чтобы лошади нашли нового владельца. Чтобы юридически этот вопрос был оформлен как надо, согласно законодательству. Сейчас не скажу, как это будет, но мы сделаем, и тогда вы все увидите. Если удастся оформить все документы и возобновить работу конно-спортивного комплекса, тут будет восстановлен и реабилитационный центр, в котором для жителей Харьковской области смогут проводить сеансы ипотерапии. Наталья Белокудри, Андрей Домовой из Харьковской области для телеканала Freedom.